Всем привет дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале Тугарыча. И сейчас у нас на экране PVE режим, еще видим что хранится и сохраняется точнее X5 бонус, но персонаж не может вылезти в окно и кое-как удалось мне это сделать, но к сожалению X5 уже упал. Это очень-очень печально. Игра Warface многих людей затягивала ребятки именно PVE режимом, и я конечно же не исключение, как PVE игра очень в принципе как бы неплохая, но есть конечно же и свои минусы. Но по большей части мне лично нравится такая тема, что зайти на PVE, побегать, пострелять ботом по головам, типа где-то расслабиться, получить некий, ну как бы держать как можно больше бонус X5 и собрать естественно все короны. А уже ребят на собранная корона в дальнейшем можно там что-то себе выкрутить, и это как бы такая нормальная тема. Ну что-то выкрутить конечно же, навряд ли что-то можно выбить таки серьезно, да, вот поскольку за короны, если я вот вспомню, то есть я вот крутил различные пушки за короны, все которые добавляли там по одной и по две коробки даже, но к сожалению мне ни один донейшн с корон не упал, то есть именно вот такой дон некий, который продается и за кредит, и за короны, мне к сожалению не свалился, не дропнулся. Ну а мы между тем вот в данном случае пробегаем, пытаемся поднять уровень и множить льду X5, и в дальнейшем его конечно же нам нужно будет сохранять. Дефаем дверь, открываем, и нужно вот убить этого бота, да, мы его убиваем, отлично, бонусы X4 у нас уже в принципе есть, пробегаем далее, убиваем вот двоих ботов, X4 постепенно движется к параметру X5, здесь вот я быстренько пролез уже, научен опытом, и просто тупо ползком вылез из этого окна. Поскольку в Raw Face такая замечательная игра, что бывает, вы не можете пролезть в каких-то местах, хотя вот за все 7 лет обычно я там всегда на картонах пролазил в эту дверь, но что-то как-то вот сейчас это не получается, и приходится ползком вылазить. Спрыгиваем вниз, убиваем бота, и начинаем как бы минировать этот танк, он танк заминирован, сейчас он взорвется, ну и сразу надо дефать, ребята, ворота, дабы они открылись, и здесь уже работать по головам. К сожалению, сбил на щитоносец, но вроде как я постарался быть прижатым к стенке, ребят, но видимо как-то вот не до конца это получилось у меня, и к сожалению щитоносец нас избил, но вот сейчас нас подняли, ребят, надо срочно-срочно бежать-бежать, дабы удержать этот X5, и кое-как я добежал, и еле-еле вот успел буквально там убить бота, и X5 к счастью сохранился, ну и оставшихся ботов нужно конечно же поубивать, как бы желательно на X5. Поэтому пробегаем мимо Джаггернаута, и здесь бота, который слева стоит, также мы уничтожаем, X5 сохраняется, мы добиваем этих ботинков по головам желательно, и вот так вот мне, ребятки, нравится, в игре Warface действительно побегайте, поуничтожать ботов, получить короны свои, ну и прохождение как бы за первую ПУЕшку, но здесь к сожалению вот граната попала в некий забор такой, что-то там задело, и я не смог взорвать бота, который был наверху. X уже к сожалению упал, и нужно возвращаться обратно, и добивать Джаггернаута. Хочу заметить, что ранее поведение Джаггернаута мне больше нравилось, сейчас же Джагга атакует, ребят, по большей части именно того игрока, который нанес больше по нему дамага, и это ну не ест и пайс. Например, мне больше нравится бегать с игроками не особо больших званий, и как бы я бегаю, стреляя по головам, мне и боты достаются, я как бы и могу работать по головам, где-то ему заголомочкой сделать, и крушители, и все в таком духе. Естественно, если работать по головам, X более-менее нормально поднимается, вот, как бы, больше очков вы получаете, больше опыта получаете, и в дальнейшем есть шанс, ребят, у вас получите нормально короны с этой ПВЕшечки, и вот этим, конечно же, меня игра затягивает, и думаю, немало людей, которые очень давно играют в Warface, они тоже, как бы, именно по большей части из-за ПВЕ режима катают в данную игрульку. Следующая карта очень древненькая, помню, и трудности, ребятки, у нас были на этой карте, когда это был режим профи, и на профи, вот, было тяжеловато здесь пройтись, это в те моменты, когда только добавили эту карту, это было очень-очень давно, там, даже 2013 год, что-то в этом духе, не то, что добавили, а когда я встретил, как бы, эту карту. Ну, что хочу сказать, ребят, за вот это прошествие времени, мы видим, что наш персонаж просто как бы лагает, то есть, я пытаюсь бежать вниз, нас откидывает, парни у нас не особо стараются стрелять по головам, как получится, бьют по противникам, вот, и поэтому бежим с этой береткой, но, ребят, поверьте, я бы берету в руки вообще бы не брал, на ПВЕ режимах тем более, но, к сожалению, замечательное оружие, КА-103, его фиксанули, то есть, ему фиксанули проклик, добавили отдачу после первого выстрела, и я расцениваю это, как бы, для себя, ну, как некое даже предательство, предательство, нож в спину, знаете, то есть, когда, ну, и видим, что здесь у нас тоже персонаж залагал, что-то у нас машина, и как бы, немножко толкала, то есть, когда течение, получается, скольки ли я, с 2012 по 2000, какой уже там, 16 или 17 год я играл, в Warface катал, обычно с калашом всегда, это было классное, мега замечательное оружие, но, его фиксанули, фиксанули проклик, увеличили там отдачу после первого выстрела, именно, хотя упростили тот же калаш, и сделали более приятную отдачу, если вы стреляете с ажими, вот, и, блин, ну, мне как ПВЕшника, это нифига не радует, как говорится, вот, поэтому бегаем с береткой, беретка это типа донейшин, а он типа более-менее такой, поэтому, собственно говоря, и бегаем, стреляем по головам, x5 благо у нас держится, и мне реально, вот, интересно такая тема, побегать, поддержать x5, и вот здесь даже получилось у нас убить этого щитоносца, который, точнее, пулеметчик, у которого чуть-чуть вверх его головы выглядывал, залазим, ребят, наверх, спрыгиваю на эту сторону, дабы скрыться от щитаоносца, ну, и, в принципе, пытаясь выйти, давайте поработаем, а, вот, немножко попали, и, к сожалению, видите, какая засветка у нас идет от лсушника, мне не всегда получается типа его убить, пытаясь, ребят, кое-как, слезть вниз с этой игры, нас телепортит, откидывает обратно, то есть персонаж не бежит ника, и вот это огромный минус в игре Warface, потому что здесь, ну, ужаснейшая гравитация, это один из минусов, уж извините, ребят, я высказываю лично свое мнение, мне не нравится это, в разные игры я играл абсолютно, и в 4-ю люблю катать, там, в CS GO, там, CS 1.6, я не знаю, все игры, вот, которые вспомним, и во всех играх зачастую нормальный гравитейшн, а в игре Warface такая ситуация возникает, что если какой-нибудь небольшой, там, подъем, там, либо ступеньки, либо спуск с горки, и персонаж, он реально, типа, не бежит быстро, то есть он, типа, тупит, как бы сказать, он подлетает немножко в воздух, как бы, да, вот этот персонаж, и все, вы не можете управлять персонажем, здесь, ребятки, я пытаюсь в подкате убить противника, не получилось, немножко отошел, так, и вот в подкате сейчас его убил, как бы попаданием в голову, тоже, конечно же, свои плюсы будут, именно, ну, как бы, к общему счету, и в дальнейшем все это дело, ребят, делается только для того, чтобы получить корона, снайперы также убиваем на x5, все замечательно, и джагу даже, ребятки, вроде как, на x5 замочили, но, в принципе, красавцы, остался здесь гранатометчик, и мы также в башку его убиваем в голову, с дегла золотого, вот, хотелось бы мне на аккаунте вытащить какой-нибудь корой, пистолет, точнее, ну, типа за донат, типа, донатный пистолет, как бы, но, который в коробках за валюту корона, но, к сожалению, сколько я чего только не крутил, ничего, к сожалению, на данный момент не падает, и даже сейчас, такая тема, добавили вот новое оружие, новый пистолет, максим 9, вроде как он есть, но в коробках его еще, типа, нету, то есть, доступа, его покрутить у нас не получится, хотя, вот где он уже вроде как есть, поскольку огромное количество доната, там, на распродаже, майлосты такие говорят, пацаны, идите с первого, вот это покрутите, а потом мы как-нибудь добавим вот эти новые пушки, там, и дробовик новый, и новый пистолет, там, в коробочках опубликуем, но дробовик, по-моему, вроде как только будет за кредит, но это еще не точно, я не знаю, предыдущие, ребят, карту, предыдущую сложку, мы прошли успешно, и, конечно же, собрали все короны, то есть, там, по времени, и по общему счету, все, мы все эти бонусы, мы взяли, получили где-то 56 корон, ну, и следующая у нас ложка, ребятки, также мы ее проходим, вот, это у нас, миссия в Африке, африканская миссия, некая, и давайте здесь уж побегаем, постреляем с биреточки, ребят, и, как ПВЕ режим, игра Warface, это по большей части топ, за исключением, вот этих минусов, кстати, замечу, вот это откидывание персонажей, как мне кажется, тикрейты, ребят, понизили на ПВЕ миссиях, вот, к сожалению, тоже, вот такие вот ребятки, они экономят ресурсы, своих серверов, и понизили тикрейты, на ПВЕ режиме, в игре Warface, это произошло, где-то в 2016 году, к сожалению, ну, как бы, мы сделали некий такое, ну, к счастью, точнее, мы сделали некие такие убийства, по головам прошлись, подняли иксушку, там, до трех где-то, но в дальнейшем, у нас уже, типа, я не законтролил удачу, не смог убить, и убивать противника в голову, проходим далее, набросился, вроде как, к нам щит подбежал, начинает нас сбить, но и вон, развернулся, слева, слева прилетает какой-то дамаг, непонятно, я поворачиваюсь, ну, и к нам, команде присоединился, еще пятый игрок, типа, но он, вот, в некоторых моментах, он тоже с беретой, но, заметьте, он стреляет, типа, работает по телу, то есть, убивает ботов в тело, это, как бы, ну, неправильно, но благо, инженеры, медик, тут более-менее, адекватные, ребятки, и я, конечно же, стараюсь работать по головам, и, ребят, также выполнить некие дополнительные задания, убийство противника в голову от бедра, то есть, вот такие вот мини-задания, такие, командование, как эта вещь называется, и вот эти вещи, я тоже, конечно же, стараюсь выполнить, но не всегда, если, например, убить с помощью мин, или еще какие-то такие задания, то я, как бы, их, не выполняю, либо, например, убить на уровне профи, такие задания бывают, типа, пройти спец, ну, как бы, по уешку на профи, убить вот этих противников, ножом в голову, там, да, например, и, конечно же, это задание, он просто, ужаснейший, на профи, да, и ножом еще пытаться убить этих ботов, тяжа, как, например, ну, а здесь неплохо, неплохо прошелся по головам, кидая гранату, сразу за пулемет за этот закидывают, и бегу, почему, ребят, бегут, для того, чтобы держать их сушку, но, к сожалению, здесь не повезло, сзади подобрался щит, но, мы даже в контратаке, его убиваем в голову, вот так, и здесь я пробегаю мимо даже вот этих ботов, дабы раздевать, как бы открыть дверь, а ребята уже там поубивают их и в тело, и ножом они пытаются задание выполнить, вот зря, кстати, я убил, типа, противника, чувак там ножом пытается выполнить задание, в принципе, за что скажу спасибо, молодец, но, если бы по головам ты еще работал, ботом, ну, типа, более точен был при их убийстве, да, то есть по головам бы стрелял, то очков было бы больше у нас, ну, в принципе, мы и так нормально справляемся, здесь я уже перехожу на нож, дабы выполнить и это дополнительное задание, и, конечно же, вперед, бегу вперед, для того, что удержать икс, убиваем еще бота, еще добегаем, еле вот ударами, сильным ударом, бьем по ботам, и прочее, в подкате даже, вроде как мы его зарезали, да, да, в подкате вроде как нам дали, и бежим вперед, нужно срочно спасти было бойца, я не успел это сделать, к сожалению, его добили, но мы бежим далее, ребят, нам нужно сохранить икс, убили щитоносца, к сожалению, не в голову, и пробегая далее, сейчас поработаем немножко и ножом, поскольку нужно добить, вот и именно, как бы, демеджем, то есть холодным оружием, в ближнем бою, убить противников, дабы получить эти самые плюсы, плюсы к опыту, к варбаксам, и поставщикам, поскольку тот же, например, дробевичок, который у нас добавлен, был самым последним, он у нас еще не открылся, вот, и открылся только, ну, как на процентов 70, или 80, я его прокачал, пробегая по правой стороне, здесь разворачиваюсь, еще был сзади бот, спрыгиваем вниз, ну, и бежим, конечно, вперед, здесь щитоносец сзади, рядом со мной, прям пробежал, ну, я вот так вот вперед, как говорится, побежал, пофигу, главное, забежать, ребятки, за вот этот, за пулеметчика, за этого, и перезарядка уже на дегле у меня идет, не всегда попадаю, ну, и, конечно же, усушник нас слепит, здесь я перезаряжаюсь, перезарядка у Беретта не самая быстрая, вот, ну, и граника наверху, также надо убить, вот, видите, бежал вниз, пытался вниз, как бы, спуститься, но персонаж, типа, у меня буксовал, то есть, он срывался со ступеньки, и не мог бежать на ускорение, вот эти вещи, ребят, безумно меня отлично бесят в игре Warface, то есть, и управляемость здесь остается не на самом высшем уровне, как бы, в других играх такого нету, отработал ботов, справа тоже помог ребятам, убил щитоносца, но, к сожалению, в голову, и вот я один только ребят успел сообразить, и подбежал к джиггернауту сзади, то есть, у нас был шанс быстро убить джиггернаута, на x5 мы могли его свалить, но, к сожалению, только я один это сделал, сзади подбежал, и снял половину жизни у Джаги, а двое ребят немножко там затупили, они помогали друг, ну, один чувак помогал другому, типа, поднял его, и, как бы, Джагу мы завалили только на его второй перезарядке, немножко подождал, убил снайпера ребят в голову, и, главное, его добежать до ботов, дабы сохранить x3, бегом-бегом-бежим, ребята уже здесь убивают, в тело убили, ну, ладно, в принципе, хотя бы x3 сохранили, уже x4 у нас, и бежим сзади, бежит щитоносец, я кидаю гранату под себя, дабы, на щитоносец, типа, испугался, бежать на гранату, и, типа, остановился, двоих ботов, хотя бы здесь в голову, я забрал, так, в подкате, еще одного мы забрали, на дальней дистанции, также делаю подкат, тоже в голову, его убиваем, еще одного снайпера, и этого не получилось, давайте мы с дегла добьем, все великолепно, замечательно, неплохо поработали по ботам, вот как-то так, ребятки, ради корона, приходится, ну, побегать немножечко, но, это мне лично в кайф, это мне нравится, и люблю я играть, ребятки, повторюсь, с званиями, игроков не особо большими, то есть, как бы, и фраги мне достаются, и по головам я могу работать, то есть, не всегда, например, бывает такое, что я могу запуститься с игроками, больших званий, но они, типа, бегут, и всех просто в тело убивают, например, есть такие чуваки, снайпера какие-нибудь там, да, медики, они просто мочат ботов в тело, и, как бы, фраги себе делают, там, икса у нас, как бы, особо и не растет, то есть, понимаете, да, общий счет мы не наберем, и корону мы, соответственно, как бы, не соберем, с какой-нибудь миссии, с ложки, да, ну, вот, и, конечно же, время потрачено, в принципе, зря. Здесь у нас это африканские джунгли некие, но не самая такая приятная карта, но, тем не менее, мы по ней тоже пробежимся, и постараемся работать по головам противников, по головам этих ботов. Что касается, ребят, мышки, у меня некое такое обновление, в дальнейшем выпущу видеоролик, где поделюсь информацией о том, как я заказал мышку с Китая, ребят. Это благополучная такая мышка, стерл серия с Райвал 100, вот, и все-таки я решил ее заказать. Точнее, уже заказал, она мне приехала, и я вот сейчас играю именно с нее, как бы, и по сути кайфуем. Получилось у нас до этого, ребят, сделать мозголомо, что, в принципе, неплохо. Вот, перезаряжаем, минусы беретта, она долго перезаряжается, перезарядился, в голову вот этих пулеметчиков она не ваншотит, но хотя бы убил этого. Гранник, она бочка взорвалась, и там некое пламя, которое нас как бы обжигает, ну и пулеметчики по нам работают, которых тоже нужно как бы убить. Даже вот в подкате в голову получилось убить этого бойца вражеского. Проходим далее, здесь у нас некая газовая такая завеса, ну и нужно было удержать Х, благо получилось это сделать, Х5 сохранили, все великолепно, ребятки, закидываем патрону там вроде как инженеру, еще одного бота забрали, перезарядка, ну и перезаряжаем также обязательно пистолет, здесь в качестве пистолета, конечно же, лучше использовать дигл, либо что-то такое, вот, но ни в коем случае не Таурус, потому что, сами понимаете, на дальней дистанции, на дальней дистанции убить бота в голову с какого-то Тауруса, это Анреал, это бесполезная шляпа на ПВМ. К сожалению, здесь мне не повезло, и вот, ребят, замечу, вот по управлению, когда вот я типа приземлился уже после прыжка, понял, что мне сейчас будет хана, я усиленно нажимал на клавиши, персонаж, чтобы бежал, но типа он отказался уже это делать, он и полметра не пробежал, ввиду отвратительного Т-крейта, ввиду отвратительной гравитации, к сожалению, в игре Warface, вот, говорю как есть, ребятки, здесь, не попадал по противникам какое-то время, но все-таки троих ботов, вот этих, в голову забрал, и пробегаем далее, нужно, ребят, бежать вперед, нужно держать х, убиваем ботов спереди, поворачиваемся также сзади, делаем вышибателя мозгов, все великолепно, все по головам отработано, и, конечно же, х5, он только-только укрепляется, то есть, как бы, как бы пояснить, ребят, когда вы долго держите х5, то есть, он типа более, ну, типа, если х5 держали долго, то он и, по прошествии какого-то времени, он типа дольше держит, он, то есть, он сразу не падает, а если х5 вы только попали, подняли, например, то он достаточно быстро может упасть, здесь мы пробегаем далее, броньки у нас совсем нету, остались только хпшки, убиваем и бота, и щитоносца, и так, еще один щитоносец, к сожалению, нас забивает, лежу в контратаке, не убил, к сожалению, бота, поворачиваюсь назад, здесь от бедра, ну, когда, точнее, мы стреляем вот так вот лежа, то есть, плохая точность у нас, именно в контратаке, и не всегда получается убить противника, убиваем еще, вот этого гранатометчика, нужно, нужно, ребят, бежать дальше, но, к сожалению, игра вот такая, что здесь типа скидывает, у меня вопрос, с кроссдравом, почему вы нормально, либо карты нормально не будете делать, либо измените, вот эти вот места, как бы упростите подъем людям, чтобы они нормально могли подниматься, здесь пробегаем, ребятки, вперед, убиваем боты спереди, кое-как заподнялся наверх, работают по нам, и снайпера, видим, светят, убил одного снайпера, вроде как, может продамажил, и, конечно же, отступил, потому что, вот этот красный луч, когда, по-моему, долбит, точнее, лсушник, не снайпер, лсушник, то у вас засветка неприятная, и, также, падает точность, то есть, если, по-моему, ведут огонь, точность, немножечко, но, все-таки, падает, как я понимаю, в игре, варфейс, и, такое себе, здесь, мы, не, какое-то время, вот я думал, сейчас, ботов не будет, но, все-таки, увидел, гранника, убил его, и, конечно же, бегу вперед, дабы удержать, x5, ребятки, получить короны, хотя бы, за общий счет, ну, и, здесь, работаем, по головам, противников, и, щитоносцы, не, всегда, открываются, но, все-таки, открылся, сделал, и, мозголом, ошибатель мозгов, ребятки, идем далее, то есть, вот это, мне нравится, в игре, варфейс, здесь, я решил, немножечко, пробежаться, установить, быстро, взрывчатку, вот, ее, поставил, на бомбу, некую, развернулся, убил, тяжика в голову, ребята, там, из гранников, по ботам, стреляет, забежал, вперед, но, один, чувак, у нас, ножом, кого-то, там, тыкал, бессмысленную, вещь какую-то делал, и, челик у нас, зря закрывал дверь, то есть, он просто стоял, спамил на кнопочку, типа, закрыть эту дверь лифта, и, к сожалению, лифт, ну, типа, поехал позднее, из-за этого, поскольку, чувак, не мог забежать в лифт, один, один тупил, там, другой двери закрывал, и, в результате, ксу, мы, ребят, уронили в этом месте, и это очень, как бы, ну, такое печальное, немножечко расстроился, ну, а в дальнейшем, также поднимаемся, и тихонечко, тихонечко, стараясь экономить патроны, и работать по головам противника, проклика, как такового, быстрого проклика, ребят, на беретке тоже нету, самый быстрый, офигенный проклик, был у АК-103, ну, и РПК, я думаю, сейчас более-менее, как оружие для ПВМ, именно, если вы хотите работать, точно по головам, нужно мне попробовать, его использовать, поскольку, когда-то, это была топовая пушка, и, бывают моменты, ребят, вроде, стреляя по противнику, пытаясь убить его в голову, прицел навел на голову, но, к сожалению, подыхает он в тело, потому что у берета тоже есть некий разброс там, да, и прочие такие вот неприятные вещи, забрались наверх, и здесь чувачок с береткой у меня, который в тиме играет, это три же, а решил не церемониться, убил одного бота в голову, и троих в тело забрал, такие вот тиммейты бывают тоже, но, тем не менее, кидает дым, чисто для фана, он, типа, бесплатный, вот, бесплатный дым в игре, да, прикольно, вот, а желтый там заканчивается, синий заканчивается, вот, а беленький можно купить, типа, он за варбаксы, на 90 дней за 9 тысяч варбаксов ролика, ну, и, в принципе, ребятки, мы улетаем с данной локации, к сожалению, ребятки, а, не, не улетаем, потому что у нас чувак до конца не зашел в вертолет, даже здесь он, типа, тупил, то есть, типа, вроде, я зашел в вертолет, и пошел, наверное, себе чая наливать, кофе наливать, еще что-то такое делать, да, бутербот там готовить, не знаю, и вертолет долго не улетал у нас из-за этого, и, ребят, мы соберем только общие, то есть, возьмем короны за общий счет, но, по времени, мы, к сожалению, типа, долго проходили данную миссию, если мне в идеале, нужно будет собрать короны и по времени, то лучше запуститься медиком, например, и просто пробежать уже эту карту на время, убивая там ботов, убивая всех противников, вот, и выпиливая джагу там практически очень-очень быстро, вот желательно, чтобы собрать время, ну, вот как-то так, ребят, вот такая на пве, вот так вот я собираю короны, всем на этом удачи, ребят, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok